Затем Киселевский городской округ Ильченко Елена Анатольевна поделится опытом проведения дней в славянском письменности в их городском округе. И Чуклина Татьяна Анатольевна, гимназия номер 12, город Лениск-Кузнецкий, представит свой опыт работы и проведения общешкольного коллективного творческого дела школы славянской письменности. Вот такой у нас регламент работы. Значит, работу мы начинаем из 10 часов и заканчиваем ориентировочно 12.30. Если у кого-то возникают вопросы, пожалуйста, вы можете писать эти вопросы в чате. Мы постараемся на них ответить. Если не будет возможно ответить, то мы, значит, и вам ответим на электронную почту, потому что вы подавали в заявках свои электронную почту, и будет возможность с вами общаться, осуществлять обратную связь. Значит, если у кого-то имеется еще опыт, который хотели бы представить, но не получилось у нас в рамках нашего сегодняшнего мероприятия, я, конечно, очень извиняюсь перед вами, у нас время ограничено, но тем не менее, пожалуйста, подавайте заявки. В течение учебного года мы вас пригласим на наше мероприятие и будем иметь в виду на следующий учебный год, на дни славянской письменности у вас будет возможность подработать свой материал, доработать и представить на следующий учебный год и на следующие дни славянской письменности. Очень отрадно еще то, что у нас в этом году очень активизировались дошкольные образовательные учреждения, осуществляющие работу по духовно-нравственному воспитанию. У нас имеются инновационные площадки по данному направлению и вот сегодня, глядя на опыт образовательных организаций, дополнительного образования, дошкольные учреждения, я считаю, что подчеркнут много интересного и могут перенести на опыт общения с дошкольниками по данным правлением. И на следующий год уже будет представлен их опыт тоже на днях славянской письменности. К сожалению, в этом году, может быть, и имеется такой опыт по данной теме, но выявлен пока еще не был в таком узком смысле, что по дню славянской письменности, по культуре ездили немножко. Но вот сегодня мы упор сделали на образовательную организацию. Вот буквально свежая сегодня информация я сегодня прочитала в интернете, что вчера, 21 мая, президент подписал указ об изменении в закон об образовании, где как раз усиливаются воспитательные аспекты в нашем российском образовании. Он будет направлен на укрепление воспитательной составляющей образовательного процесса и на передачу ценностей и традиций российской культуры. Ну а сейчас я передам слово Ирию Рома Закирову, руководителю отдела культуры Кемерской епархии. Он расскажет нам о вкладе Кирилла и Мефодии в развитие славянской письменности. Мы обратимся к тем источникам, которые нам передают историю славянской культуры. Пожалуйста. Добрый день, дорогие братья и сестры. Рад вас приветствовать на сегодняшнем мероприятии. Позвольте буквально несколько слов сказать о вкладе Кирилла и Мефодия в развитие славянской культуры, славянских народов. Конечно, много мы уже с вами знаем их и из житейной части, и из истории. Ну вот, нашел он небольшую статью, очень интересную, хотел бы ей поделиться. Она как раз будет актуальна в рамках сегодняшнего форума. Ну, мы сами знаем, что Кирилл Мефодия является основателем социальной, социокультурной традиции и воспринимается в славянских странах как первоучителя, давшие не только письменность, но и алфавит, которые объединили славянские народы и страны. Это были очень образованные люди, которые были способны учесть и близость славянских языков, культурных традиций. И, конечно же, создали они алфавит не на основе некого навязывания латинского языка и европейским народам, а на основе синтеза славянских языков с отдельными греческими буквами. Поэтому созданный алфавит, он быстро начал восприниматься в славянских странах, активно использоваться как письменная традиция. И усвоение нового алфавита позволило во времена Ярослава Мудрого в Киевской Руси сформировать традицию словесности. И тем самым мы с вами получили повесть временных лет, первую русскую летопись. И именно в ней был зафиксирован процесс ментогенеза, зарождение нации и, конечно же, житие Бориса и Глеба, позднее Федора Печерского. Вообще, зарождение письменной традиции стало возможным благодаря усвоению именно алфавита, который был создан Кириллом и Мефодием. До этого времени, конечно же, существовала лишь некая фольклорная традиция, которая была тоже учтена ледописцами при создании повести временных лет. Были собраны легенды Киевской Руси, включены в летописи легенды о крещении Руси апостолом Андреем, о призвании варягов, о вещем Олеге, о княгине Ольге, о выборе веры к князям Владимиром. Кириллом и Мефодием создали общий славянский алфавит, язык. И это было тем, той возможностью проповеди христианства в славянском мире. Изначально это была, конечно, морагия. Проповедь на понятном народу языке была успешной. Но, конечно, это было опротестовано. И протест проявило немецкое духовенство. А римские папы то разрешали проповедь на славянском языке, то они запрещали ее. Были предприняты попытки изгнать Кирилла и Мефодия, привлечь их к церковному суду, католической церкви из-за искажения христианской, христианства в церковно-славянском языке. И вот, получается, после смерти Кирилла и Мефодия ученики были все-таки изгнаны из Моравии. И Центр просветительской деятельности на славянском языке перешел в Болгарию и Сербию. Эти страны недолго сохранили свою культурную самостоятельность. Болгария попала в зависимость от Османской империи, где христианство и христианская письменность преследовались. Размежевание церквей привело к преследованию церковно-славянского языка в Европе. Его вытесняла латынь. Киевская Русь тоже распалась под давлением разума между князьями, татаро-монгольским, нашествием. И вот, получается, территория Киевского княжества стала частью Голицкого-Волынского, которая не отличалась всеми от княжеской властью. Ее территория в разные исторические периоды входила в составе Речи Посполитой княжества Литовского. И вот, получается, для культурного же развития, как показывает исторический опыт развития нашей страны, необходима была сильная княжеская власть. Поэтому важным центром развития славянской культуры стала Владимиросуздальская Русь, где сохранилась уникальная традиция словесности, книгопечатания. И вот Голицкое-Волынское княжество, Новгород, Псков воспринимаются владимирскими князьями настороженно, ввиду боязни распространения католической ереси. И вот показательно, что в Болгарию, Сербии церковно-славянские книги идут из Руси. Многие из них издаются сначала в Владимире, в Москве, а потом и в Болгарии. Усвоение церковно-славянского языка в разных славянских странах приводит к различиям между традициями, переписи, печатки книги. Важной традицией здесь стала Владимиросуздальская. Многие издававшиеся в Москве, Владимире книги позднее переиздавались в Болгарии, Сербии. Однако в процессе развития церковно-славянского языка в Московском царстве и в Российской империи уже во времена Алексея Михайловича и Петра Первого стала складываться ориентация на западную традицию книгопечатания и переписи книг. Патриарх Никон обращает внимание на различия между болгарским и отечественными традициями, переписи книг, но делает свой выбор в пользу болгарской традиции. Только на том основании, что Кирилл и Мефодия были болгарскими просветителями, при этом не учитываясь, что Болгария долгое время находилась под владичеством Османской империи, и православная традиция могла быть там искажена. И вот получается, правила болгарской книжности становятся определяющими при реформе книгопечатания. Петр Первый, он не только поддержал эти усилия патриарха Никона, но и очередил гражданскую азбуку, чем нанес значительный вред сетхон-славянской книжности. На протяжении XVIII века циркон-славянский язык постепенно вытесняется из светской литературы. В XIX веке по сравнению с XVIII в традиции словесности значительно меньше используются циркон-славянские слова. Это результат реформ русского языка Ломоносова, Рамзина, Пушкина. Огромный вред развитию циркон-славянской традиции нанесли реформа алфавита русской графики большевиками. Циркон-славянские буквы практически исчезают из русского языка, но остаются на Украине, Белоруссии, Болгарии. Потому восстановление традиций циркон-славянского языка идет под знаком возвращения в древолюционные традиции письменности, переиздания древолюционных грамматик, учебников циркон-славянского языка. Ну, как бы подведя итог всему сказанному, для современной российской культуры роль Кирилла Мефодия, она поистине огромная. Данный славянский народом язык способствовал составлению, становлению, развитию традиций словесности, переписи книг, благодаря чему современному человеку открыт колоссальный духовно-нравственный пласт памятников словесности и риторики Киевской Руси. Ну, у меня все. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я, к сожалению, не вижу, не знаю, как это делается. Здесь есть, отвечать надо, не надо? Ну, сейчас коллеги подумают, если какие-то вопросы есть, значит, они напишут в чате. А наш Ирей Роман Закиров, он чуть похоже ответит тогда, как только мы увидим в чате ваши вопросы. Так, теперь Сергей Николаевич, да? Да, сейчас мы предоставляем слово пивень Сергею Николаевичу, кандидату исторических наук. Это Кузбасска в православном духовном семинарии. Это коллега, который готовил наших детей в этом году на Олимпиаду по основам православной культуры. Дети от него были в восторге. Он был их наставником и духовным, и замещал их маму и папу, опекал их везде и всюду. Сергей Николаевич, у вас появились кнопки управления презентацией? Вот так, вы меня слышите сейчас? Слышим. Ну вот, а видите, картинка есть? Картинки нету. Картинки нет. Ну тут написано, начать трансляцию веб-кабера я пробую включить. Дело в том, что у нас, к сожалению, сегодня инженеры... Вот он появляется, да-да. Наталья Александровна, я, во-первых, вас благодарю за столь высокую оценку моего скромного труда. Ну и постараюсь тоже влюбить в себя преподавателей тех, которые таких детей хороших подготовили. Я вот прежде, чем начать свое выступление, хочу сказать, проверяя работы, письменные работы, на это ушло очень много времени. Только в четырех работах я обнаружил буквально шесть орфографических ошибок. Это было связано с тем, что одно слово ребенок просто не знал, как его пишут, он его явно никогда не встречал. И в остальных работах было в двух местах неправильно проставлено запятые. Я впервые за всю свою практику работы в школе, работал до прошлого года десять лет, таких работ никогда не встречал. Ну и я вам представляю сейчас свое выступление подготовленное. Истоки славянской письменности, святые Кирилл и Мефодий. Отмечу, что ежегодно 24 мая, это у нас на слайде сейчас третьим будет, в славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры и связан этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 24 мая в России отмечается, я подчеркну, единственный государственно-церковный, единственный государственно-церковный праздник России. В 1991 году Президиум Верховного Совета РСФСР, тогда его возглавлял Борис Николаевич Лильцин, постановил объявить 24 мая Днем славянской письменности и культуры. Напомню, что в прошлом 2019 году Русской Православной Церкви в ряду юбилейных и памятных дат отмечалось 1150-летие со дня представления равноапостольного Кирилла, учителя славянского, и еще 24 мая – День теозаименинства Святейшего Патриарха Московского Сея Руси Кирилла. Цветые братья Кирилла и Мефодия стоят у истоков славянской письменности и христианской культуры и духовного просвещения Руси. Они равноапостольные мужи, аскеты, миссионеры, богословы, дипломаты. Их жизнь – непрестанное служение Богу и ближнему, пример подвига, деятельного служения и созерцательного богопознания. Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия не случайно приравнивают к апостольскому, именуя их первоучителями славян. Я вот хочу сейчас к организаторам обратиться. Вы, я насколько понимаю, будете презентацию сами мне транслировать, да? Должны быть стрелочки, Сергей Николаевич, стрелочки двигайте. Мы вам доступ дали работать с презентацией. Если бы вы мне помогли, потому что я… Под презентацией. Вы можете за него полистать? Полистайте, пожалуйста. Меня сейчас интересует четвертый слайд. Вы тогда нам сигнальте, и мы будем полистать. А я буду подсказывать. Хорошо. Четвертый слайд, да, сейчас включаю? Там еще написаны истоки, но это нужно просто… Вот, истоки славянской письменности. Я вам специально показал, как выглядели буквы. Там есть колонка глаголица, колонка кириллица. Но вот кириллица нам больше отходит, а по глаголице мы с вами, наверное, и не сможем ничего прочитать. Что же произошло? Вот на следующем пятом слайде, сейчас следующий слайд. Славянская письменность возникла 24 мая 863 года в городе Плиске. Это была столица Болгарии, где братья Кирилла и Мефодия огласили изобретение славянского алфавита. Именно они, болгарские, просветители Кирилла и Мефодий, создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся до сегодняшнего дня. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев Кириллица. И это не случайно. Не старший брат, а именно младший послужила его деятельность присвоению названия. Шестой слайд нам показывает, что славянский шрифт просуществовал на Руси не более семи столетий. И я здесь еще раз перечитываю то, что вы сейчас видите на экране. Когда создатели делали эту азбуку, они понимали, что буквы должны быть красивыми, чтобы человек, едва увидевших их, сразу захотел овладеть письмом. И алфавит Кирилла и Мефодия нас поражают простотой и удобством. Я вам хочу сказать, что мне довольно-таки часто сейчас приходится читать «Апостола». И я читаю на церковно-славянском, я его читаю лучше, когда, в отличие от того, когда мне дают текст, уже переведенный на нашей буковке, где нет ударений, и тут все очень плохо. Но кто не пробовал, попробуйте буквально 2-3 часа на учении, и вы свободно будете читать и говорить на церковно-славянском языке. На седьмом слайде мы обозначили 1708 год. В этом году по указанию царя Петра I азбука была реформирована для издания гражданской печати. Именно этот вариант лег в основу современного русского алфавита. И вот восьмой слайд, сейчас нам его включат, он как раз показывает вот эти вот буковки. Смотрим. Это вот так выглядели они в 17-м и 18-м веках. Ну, я беру иллюстративную картинку. Надо отметить, что в 18-м столетии русский алфавит пополнился новыми буквами, которых не было в славянской азбуке. А вот в начале 20-го века в России возникла потребность в упрощении алфавита и правописания. И такая реформа была уже проведена при советской власти в 1918 году. Сейчас наша азбука, составленная Кириллом и Мефодием, является самой простой и самой удобной. Она содержит оптимальное количество букв 33. До сих пор мы пользуемся кириллицей. И именуется это в честь святого Кирилла. Напомню, что родноапостольный муж был назван монашеском постриге Кириллом. Это произошло в Риме незадолго до своей кончины в возрасте 42 лет. Но дело его, увековеченное в духовной и культурной традиции славян, в современных православных славянских странах, связывается с кириллицей письменностью. Некоторые листописцы сообщают, что первые слова, написанные на славянском языке, были слова апостола, евангелиста Иоанна. И вы эти слова знаете. Это «вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Девятый слайд, пожалуйста. Здесь мы его поставим. Нет, верните, пожалуйста. «Азбуки Веде», когда мы начинаем учить славянский алфавит. А вот следующие три буквы – глагол, добро, есть. Вы понимаете, что читая азбуку, по сути говоря, идет такое повествование. И вот это глагол «добро есть» таинственно перекликая с божественным подкровением святого Кирилла, когда он написал «вначале было слово». И сейчас слово мы меняем в русском языке. Это слово «глагол». Пророчески оно жгло сердца людей, пополяя грешников и воспоминяя добродетельной жизни праведников. Кирилл и Мефодий, мы сейчас на одиннадцатом слайде их должны увидеть. В новые разделы перехожу. И далее, хорошо, «святые равноапостольны Кириллу Мефодии». Родные братья. И первый портрет следующего слайда, он посвящен Мефодию. В миру это Михаил. Рождество его в 815 год, город Салун. Успение произошло в 885 году в Моралии. А на втором слайде я привожу существующее в нашем распоряжении изображение святого равноапостольного Кирилла. В миру он Константин по прозвищу «философ». Рождество его произошло в 827 году, тоже в салоне Успения. В 869 году в Риме. Кирилл и Мефодий происходили из византийского города Фелесолоники. Салоники по-современному, а по-славянски – Солунь. Отец их по имени Лев занимал высокую военную должность при губернаторе. Около 1845 года Михаил, будучи в Мефодии, был назначен правителем Славинии. Место, где жило большинство, множество славян. Такие склавини со смешанным славянско-греческим населением находились на Балканах, Вифии, Северной Азии, Антской провинции. Пробыв в чине воевода около 10 лет и сыскав, познав эту суету житейскую, Мефодий стал отрекаться от всего земного и стремляя свои помыслы к небесному. В одном из монастырей Олимпа он принял монашеский постриг с именем Мефодий и стал игуменом, то есть главным этого монастыря. Но это не Мефодий, вы сейчас видите Кирилла. А вот Константин в будущем Кирилл, он отличался особым дарованиями. В возрасте 14 лет он знал практически наедусть многие сочинения святого Григория Богослова, за что получил прозвище, или прозвально лучше так сказать, философа, то есть мудрого. Продолжил свое обучение в Константинополе, тогда именно в то время это был центр духовного и светского просвещения. Константин, будучи Кирилл, с юности своей показал блестящие успехи как в светском, так и в религиозно-нравственном образовании. Он учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будучи его патриарха константинопольского. Получив блестящее образование, он в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки. По окончании учения святой Константин принял сан Иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Но пренебрегая своими выгодами, положение своего выгодами, он удаляется в один из монастырей при Черном море. Почти насильно он был возвращен в Константинополь и определён учителем философии в высшей константинопольской школе. Затем Кирилл удалился к брату Мефодию и несколько лет разделил с ним иноческие подвиги в монастыре на Олимпии, где впервые стал заниматься изучением славянского языка. Вскоре император вызвал обоих братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуне, город нам хорошо известен, это древнерусское название города Херсонеса, Херсон, где Константин выучил еврейский и самаритянский языки. Здесь святые братья узнали, что мощи священномученика Климента, папы римского, который был сослан в район Крыма и там вот замучен, утоплен в море, находятся в море и чудесным образом обрели эти мощи. Там же в Корсуне святой Константин нашел Евангелие и Псалтырь, написанные русскими буквами и человека, говорящего по-русски. А русские буквы какие были? Пучковая запись, непонятная, что там и как там. И стал учиться этого человека читать и говорить на его языке. То есть нужно было уловить фонетику и каждому вот этому звуку присвоить значок. После этого святые братья отправились к Хазарам, где одержали победу в приемниях с иудеями и мусульманами, проповедуя евангельское учение. Многие были, извили желание принять крещение. Вскоре к императору послы от морейского князя Ростислава пришли. Они притесняли, вот князь жаловался о том, что притеснения идут от немецких иписков. И в 862 году правитель Великой Моралии Ростислав попросил императора Михаила, а помните, император Михаил мальчиком маленьким, он учился вместе с Кириллом. И вот он просит направить, вот императору Михаилу обращается просьбой, направить умных людей. И, естественно, император Михаил поручил это сделать Кириллу. Вот эта третья миссия уже была, то есть после предыдущих двух, к южным славянам, загадочной, как пишут историки страны Великой Моралии. Император Михаил по-отечески призывал Кирилла изобрести славянский алфавит. Это вот к нему поручение. В житии Кирилла записано, что говорил император Михаил. «Мой дед и отец мой и иные многие искали буквы славянского алфавита и не обрели». Кирилл же ему ответил, «Кто может записать на воде беседу и кто захочет прослыть или тиком?» Ответил же ему снова царь, «Если захочешь, то может тебе дать их Бог, который дает тем, кто просит без сомнения и открывает всем стучащим». Кирилл подчинился и, помолившись вместе со своими сотрудниками или единомышленниками, сразу взялся за дело. С помощью своего брата Мефодия, учеников, он составил славянскую азбуку, перевел на славянский язык книги, без которых нельзя было проводить благослужения. К ним относились Евангелие, Псалтырии, избранные службы. Ну и затем, вот именно таким образом, во время третьей моровийской миссии произошло изобретение письмен. Надо отметить, вот сейчас слайд 14-й пойдет, там картиночка, мне очень она понравилась. Главным делом, здесь вот святые Кирилла Мефодии, эта фреска датирована 1045 годом. Его следующий, будьте любезны. Главным делом Кирилла Мефодия становится не только проповедь среди культурно сложившихся иноверственных народов, сколько проповедь среди меньших сил, среди тех, кто еще не обрел ни письменности, ни сформировавшейся культуры. Согласно евангельскому повествованию, верный в малом был поставлен над многими. Так и слова Диане, приобщившись к православию, обогнали не только арабов и хазар, но и в некотором отношении самих византийцев. Прошу прощения, в 867 году Мефодий и Константин вызваны были папой Николаем I, сегодня об этом говорилось, на суд в Рим для решения вопроса, что вот они как бы неправильно проповедуют. Но когда они прибыли в Рим, вот этот папа римский Николай I, уже не был его в живых, а преемник его Андриан II, узнав, что они несут с собой мощи святого Климента, встретил их торжественно за городом, и папа римский Андриан II утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквях и совершать литургии на славянском языке. «Находясь в Риме, святой Константин в чудесном видении извещенным Богом о приближении кончины своей принял схему с именем Кирилл». Но я обязан объяснить, слово «схима» для многих из вас, наверное, мало понятно. Это торжественная клятва православных монахов соблюдать особо строгие аскетические правила поведения. Но вот когда он схему принял, через 50 дней скончался, это произошло 14 февраля 869 года, еще раз напомним, возраст его был 62 года. Перед своей смертью он говорил брату Мефодию, цитирую, «Мы с тобой, как дружная пара валов, вели одну борозду, я из немог, но ты, не подумай, оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору». Папа Римский приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали происходить чудеса. А после кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Панонию, рукоположив его в архиепископа Моравии и Панонии. Ну и там вот его шел подвиг. Последние дни своей жизни святитель Мефодий с помощью своих учеников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет. Также Номоканон, специально медленно читая, в переводе на наш язык, это «Правила святых отцов». И святоотеческие книги под названием «Патерик». Но тоже, кто не знаком с этим словом, это сборник избранных из речений святых отцов, подвижников, их житей или же вот других, которых в церкви имеют отношение. Надо отметить, что святитель Мефодии предсказал день своей смерти, скончался он 6 апреля 885 года, возраст его был 60 лет. Отпевание святителя Мефодия происходило на трех языках, на славянском, на греческом и латинском, погреблен он был в соборной церкви столицы Моравии, Велеграда. К лику святых равноапостольных Кирилла Мефодии были причислены в древности. Это не нововведение было. В древности они были причислены к лику святых. В русской православной церкви память их стала чествоваться с XI века. Далее мы отмечаем, что торжественное празднование памяти святых первосвятителей раноапостольных Кирилла Мефодия было установлено в русской церкви в 1862 году, то есть через два года после отмены крепостного права. После смерти великих братьев их ученики потерпели гонения. Римский папа запретил изучение славянских языков. Власть в Риме меняется, подходы разные. А вот позже уже получилось очень удобное положение. Ученики Кирилла Мефодия открыли свои школы. К концу IX века уже тысячи людей читали и писали на старославянском языке. Ну вот то, что мне хотелось бы рассказать. Если есть вопросы, готов на них отвечать. Так, уважаемые коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, пишите в чате вопросы. Сергей Николаевич. Ну и еще один слайд нам напоминает, что праздник у нас установлен с 1991 года. Я там вывожу название этого постановления. Всем желаю успехов. И последний слайд, как у нас принято в православии. В эти дни мы приветствуем друг другу. Говорим Христос воскресе, воистину воскресе. Хочу всем вам пожелать успехов. Самое главное – здоровья, бодрости, уверенности, оптимизма. И тогда никакие нам эти… Спасибо большое. Сегодня утром смотрела, мне переслали один интересный материал. Девочка, учит уроки, малышка. И она говорит, мама, позвони Путину. Я не хочу больше здесь учиться, в этом телевизоре. Я хочу в школу. Наконец-то, эти столицы, нечто это такое. Я тоже читаю последние лекции по скайпу. Очень не хватает ауру своих студентов. Вот, экзамен тоже будем принимать на отдаленке. Ну, вот такая у нас судьба. Зато технологии мы освоим. Я думаю, Наталья Александровна, мы с вами еще неоднократно будем проводить различные мероприятия. И мне не нужно будет приезжать в город Кемерово. Буду вещать. Это очень удобно. Можно? Я буду уже отключаться, да? Да, Сергей Николаевич. Если будут вопросы, мы вам перешлем. Вы нам ответите тогда. Хорошо. Я так буду сидеть. Кто еще не зарегистрировался, новенький подсвидетельник. Теперь мы хотели бы осветить проблему освоения культурных традиций детским сообществом современных условий. Марина Ильинична Картавия посвятит нас в эту проблему. Пожалуйста, Марина Ильинична. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Друзья русского языка, русской словесности и нашего национального достояния, нашей культуры. Сегодня мы работаем с вами в рамках Дней славянской письменности. Эти дни имеют особое значение в нашей культуре и образовании. Ну вот, как, наверное, по традиции сложилось, что я обычно предлагаю проблемные. Выступление, и сегодня мое выступление, оно так и называется. Проблема освоения культурных традиций детским сообществом в современных условиях. И вот так и будем говорить с вами сегодня очень серьезно о проблемах, потому что о другом я пока говорить не могу. Вот посмотрите, вот День славянской письменности. Он один вроде бы день, 24 июня, да? Вокруг него уже много так достаточно кругов, связанных с расширением культуры, скажем, да? Это и день культуры нашей. И вот мы вопрос с вами задаем, а вообще кому он нужен, этот день? Для кого он? Вообще в чем смысл этого дня? И на мой взгляд, вот если мы посмотрим с вами глубоко в нашу историю, глядимся, мы увидим, что были два святых брата, которые совершили подвиг, прорыв для нашей национальной культуры. По большому счету, что они сделали? Буковки создали. Вот эти буковки, они сложили слова. И эти слова дали уникальную возможность принести на нашу древнюю родину святые тексты. Это перевод Евангелия, да? То есть святые тексты, святое слово. По-другому это сакральное слово. Это значит слово, которое обязательно связано с истиной, связано с Богом, связано с его заповедями. Божье слово. Сам Бог — это слово. Бог — творец, творил весь мир словом. И наш Господь Иисус Христос — это тоже Бог — слово, логос, божественный логос. И вот получается, то событие, которое произошло в древние времена, оно сегодня как-то нам должно откликаться. И нас очень сильно должно волновать, потому что, по большому счёту, это истоки или корни нашей духовности. А что вообще мы можем без духовности? Вот что вообще человек может без духовности, без корней? Ну, мы можем без духовности опускаться, опускаться до самых низов. И, честно говоря, в основном, да, скверны. То есть до того, что вообще человека, ну, как изгнать такое страшное выражение, а скотиневое, да, то есть человек теряет образ и подобие Божие, и, по сути дела, пристаёт быть человеком-носителем духовности, потому что слово, оно является вот этой вот скрепой, самой главной, да. И вообще духовность нам нужна, прежде всего, для того, чтобы не силы заливать испытания, трудности, все эти вот на нас, на наваждения, которые приходят, и как война, как скорби, как даже вот сегодня информационная война очень страшная. Итак, ну, получается, мы ставим проблему принесения в нашу национальную традицию, тогда она была еще плянской, сакрального слова. И вот чем выше это слово, чем оно глубже, и чем его тональность, так сказать, возвышение, вдохновенно, ну, вдохновенно, тем человек, который владеет этим словом, и народ, который совокупно владеет, тем он приближается больше, ну, к своего, к высокому своему предназначению. Что же мы имеем сегодня? Ну, я не знаю, что вы вокруг себя имеете, я поделюсь тем, той проблемой, которую я вижу сегодня. Если мы с вами не будем брать сферу образования и культуры, то есть профессиональную сферу, ну, давайте исключим эту сферу, а возьмем сферу общения, обихода, то есть когда один человек, другой человек, несколько человек общаются между собой, и что мы имеем? Мы имеем глубочайшую дебальвацию слова. Дебальвация, то есть обесценивание, само слово сегодня, оно как бы вот, ну, как говорится, если на сленге, простите, но это вынужден сказать, потому что это наиболее ярко откроет нашу проблему, очень часто на бла-бла. Вот это вот современное выражение, да, оно как раз вот характеризует, то есть походя, и это походя, оно чаще всего, я вот все вас приближаю к этим страшным матам, то есть слово грязного, бранного, скверного мы слышим на каждом шагу. Это и во дворах, и на детских площадках, и на спортивных площадках. У нас это просто эпидемия. Вот этот коронавирус, он, наверное, даже может быть, был бы менее страшен, нежели вирус мата, вирус скверного слова. Вот давайте покрутим эту проблему с разных сторон. Вот введенное мне время. Я тоже должна его фиксировать, чтобы не увлечься проблемой. Итак, посмотрите. Был такой очень известный лингвист, языковед, он жил во времена Пушкина, даже Пушкин его знал, на него ссылался, Шишков Александр Семенович. Он однажды сказал такую пророческую фразу. «Хочешь погубить народ? Истреби его язык». И я сразу сошлюсь на те авторитеты, которые я использую сегодня в своем выступлении. Это Василий Давидович Ирзабеков, потрясающий человек. Если кто-то незнакомый, вдруг не слышал, тогда у него на телеканале «Радость моя» целый цикл про русское отечественное, русское наше слово. И второй авторитет, о котором сегодня буду говорить, на кого ссылаться буду, это епископ Североамурский Митрофан, который изучил проблему матов и издал такой небольшой труд даже. Итак, «Хочешь погубить народ? Истреби его язык». И сейчас что же мы видим? Что же происходит в сфере общения детей? Это младшие школьники, средние, это старшие, это студенты, это родители. Вот именно в сфере общения, когда они находятся в общественном месте. Мы же не подслушиваем, когда они дома. Мы слышим их только когда в общественном месте, когда есть другие люди, когда есть наши уши, мои уши. И что мы слышим тогда? Мы понимаем, произошла потеря ориентиров, прежде всего нравственных. Вот мы, получается, можем говорить, что мы живем сейчас в эпоху кризиса. Вот именно епископ Североамурский Митрофан, он и сказал об этом, что когда начинается такой массовый всплеск матов. Он проследование и увидел, что маты, они заполонили нашу отечественную культуру, языковую после революции. То есть когда у нас смещение произошло ценностей, когда прорвались, в общем, власти очень нуждались, так называемых матросов, люмпенных людей с низким уровнем культуры, социального статуса. И поэтому им разрешалось. И они с этим, так сказать, словом бранным, скверным, шли на разрушительные свои действия. То есть убивать, уничтожать, заявить свою силу. Им нужно было это слово, чтобы почувствовать такой, знаете, кураж победителя, завоевателя. И вот это было тогда. То есть эта эпоха была критическая, кризисная эпоха, переломная. И такая же эпоха у нас была в лихие 90-е, когда снова мат слишком возродился. Лихие 90-е. Мы сейчас уже третью волну переживаем. Возрождение матов. Кстати, возрождение. То есть слово-то какое, да, получается, мата. И о чём всё это говорит? Получается, для детей произошло такое вот явление, оживление, то есть вживление в свою ментальность, в своё мировоззрение, детское, да, то есть в своё восприятие жизни, вот скверных слов, как говорится, походя на интересе. И вот при этом нам, как говорится, и не стыдно. Вот говорим и не стыдно. То есть что можно говорить, где можно говорить, перед кем можно говорить, а нужно ли вообще-то говорить, такое ощущение, что об этом вообще даже не задумываются. Они как бы даже не рефлексируют в этом направлении нашей подростки. Я ещё раз говорю, я имею отношение вот к тому опыту. Это масса. Вот я не дня, чтобы я пять раз не услышала от разных аудиторий, детских, подростковых и родительских, грубые откровенные маты. Кто-то это в игре, кто-то это в злости, говорит. Итак, дальше. Епископ Митрофан ставит такую глобальную проблему. Он говорит, что как только происходит в обществе вот такое массовое как бы осененение матершиной, то это уже показатель наступающей массовой дебилизации. И для меня это прям было открытием. Я вот зачитаю прямо здесь у него. Дебилизация – это разрушение системности, логичности, последовательности, восприятия реалий мира, угасание рефлексивного и творческого компонента мышления. То, что мы имеем. То есть нет рефлексии. Зачем я это вообще говорю? И хорошо ли это? А может быть, кто-то от этого страдает очень сильно. То есть угасание рефлексивности. Дебилизация – это утрата обществом исторически сложившихся авторитетов. Авторитетов, традиций, ценностей и святыней. Вот здесь мы опять сталкиваемся. То есть сакральное слово, слово возвышенное, то есть пример его, допустим, «благодарю», «спасибо» или «прощение», «простите». Ну, элементарные наши слова, которые мы используем в обиходе нашем. То есть слова, которые вводят вектор к веку, к небу идут. «Благо дарю». То есть благо. Представляете, как здорово, когда нам дарят благо какое-то. А здесь, получается, этого ничего нет. И вот эта проблема, она сегодня выпьет. Потому что нет осознания в мировоззрении, формирующемся наших детей и подростков, своей русскости, вот этой той славянской ценности, что мы всё-таки из древних времён, и мы напитались с тех древних времён, очень важный источник этого, из источника бессмертного. Вот нет. И поэтому нет осознания себя как человеком одарённых, потому что нам дам дар слово. Слово – это дар. И вот недавно я тоже, от того же Василия Давидовича, узнала очень интересное толкование слова «человек». Мы же знаем, что человек, ну, как-то традиционно я слышала «человек», это «чело, устремлённое в век», туда «век», да, «вечность», «вечность», «чело в вечность». Оказывается, тот же Шишков провёл исследование, и он предлагает совсем другую версию. У меня вот сердце позвалось на это. «Человек» – это «словек». «Че» – это буква «с» меняется, это «словек» – это версия исторического происхождения. То есть славяне – это были такие люди, именно связанные со словом «словек», потому что они очень умели славить и ценить слово. Славить? Кого надо славить в нужный момент – Бога, да? И ценить слово. Это были носители слова, именно сакрального слова. И вот это сегодня тоже у нас как бы уходит, к сожалению. Дальше очень важно понять, что скверные слова, они вообще-то всегда разделяли людей. Разделяли. Или они объединяли в самой скверне. Вот здесь очень важны. То есть получается, они по сути разделяют. Например, если я этого не хочу и не люблю, а тот, кто это делает, мне уже передергивает, если я слышу, как звучат маты из уст человека. Мне это не нужно, потому что мне это болезненно воспринимается. Ну, как пример привожу, да? Либо они объединяют людей, которые видят одинаково и воспринимают одинаково мир. Здесь очень важное, опять же, воспоминание будет. Посмотрите, маты, когда они после революции начали атаковывать наше общество, то возникала такая круговая порога. Либо вот ты материшься, и ты свой. Либо ты не материшься, значит, ты чужак. И ты опасен. И здесь очень важно воспоминание академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который воспоминал, в лагере тех, кто не матерился, расстреливали первыми, а они были чужие. Когда человек матерится, это означало, что он свой. Если он не матерится, значит, имеет своё мнение. И от него нужно было ожидать, что он будет сопротивляться. То есть, представляете, это слово несказанное. Вот если мы говорим за сказанное слово, мы все ответим, да? За произнесённое слово, за каждое праздное слово мы понесём ответ. То здесь получается несказанное слово, мат, и ты лишался жизни. То есть, человек обречён был на смерть, потому что он не хотел делать как-то. То есть, это уже подвиг духовный. Это, по сути дела, опять прорыв тоже сакральность, святость, да? Вот. И что ещё очень важно, чтобы не задерживать долго, какие мы важные понятия должны освоить? Так же и в наше время. Что произошло? Если мат всегда считался лексикой, так сказать, нецензурной, за гранью, то есть это не норма, вне нормы, то сегодня произошло такой вот неписанный как бы такой закон. Это очень часто бывает. Так же, как вот с ценностями. Параллель здесь приведу, посмотрите. Так же, как с ценностями. Брак. Можно не создавать сразу брак сегодня, а можно сначала попробовать пожить просто так, и это оправдывается такой социальной нормой. Так же и здесь. Вот мат, вот можно это массово произносить, хотя есть законы, там мы можем привлекать людей, и это тоже сегодня даже уже не субкультура. Вот всё-таки это даже было заграни субкультурой, да? А сегодня даже это нет. Это сегодня стала непрописанная норма. И вот это приводит, ну, просто к тому вот вопросу, вот у меня возникает такой вопрос в душе. И что же мы можем сделать? И вообще, к чему мы придём? Если мы будем вспоминать про День славянской письменности только вот накануне и после, и два дня, к чему мы вообще придём? И к чему придут наши воспитанники? Мы как педагоги, да? Вот есть выражение Антона Павловича Чехова. Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. Вот представляете, доброму человеку бывает стыдно, да? То есть стыдно, вот это стыдно. Кстати, это слово стыд, оно оказывается от накоренной со словом студ, студённый. То есть холодно, мучительно, да? Мы не хотим никогда, чтобы нам было вот это вот студно. То есть мы чувствуем, что мы как-то вот все зажимаемся от этого, правда же? Когда нам очень студённо. Так вот и здесь, оказывается, даже перед собакой бывает стыдно. А если сегодня потерян такой стыд на уровне психологических таких реакций у детей, им не стыд, а когда к ним ещё пытаешься подойти и сказать, что же вы говорите, ребята, зачем? То что мы видим в ответ? Мы видим в ответ реакции. Либо это будет, к сожалению, смех и опирательство, то есть ложь. Порождается мат, порождает, он как бы цепочку такую, ложь, гнев, агрессия. А если взрослому сказать, вот идёт мамочка с ребёнком, ребёночек не слушается, не хочет идти за ней, она матом на него, на улице, открытым текстом. Или там отец, вот я буквально два дня назад ситуацию видела, отец начал ребёнка прям матом, потому что он визжал, хотел в магазин найти, что-то уходит, говорит, нет, мы не пойдём домой. И это всё на глазах у всех, и это, получается, человеку не стыдно за свои слова. Вот это, конечно, показатель того, что душа набломлена, ну а у детей она не напитана. И вот человек с матом в устах, со скверностью в устах. Вот посмотрите, я уже завершаю, но чуть-чуть ещё маленечко поделюсь с вами. Вот как в толковом словаре далее определяется скверно. Скверно. Сквернословие – это мат, да? Это мерзость, гадость, пакость, всё гнусное, противное, отвратительное, непотребное. Что мерзит, плотские духовные, нечистота, грязь, гниль, тление, мертвичина, извершение, кал, смрад, вонь, непотребство, разврат, нравственное растление – всё богопротивное. И вот завершение этого длинного-длинного перечня синонимов слову «скверно». К чему относится и мат? «Противоположное молитве». Молитве. То есть это всё противоположное молитве. То есть молитва – это благо, это святое слово. Никогда человек молитве не позволит себе говорить какие-то скверные, которые мы перечислили. И поэтому вот эта вся скверная, если она сегодня стала такая абрессивная, скверная, вот эта скверная, да, то мы должны с вами задаваться вопросом. Как же, что же нам с этим делать? И вот, конечно же, нам надо вспомнить и знать, и доносить до наших детей. Я это пытаюсь в своей деятельности просительской делать, и вижу, что они это слышат, если вовремя это говорить. За каждое праздное слово человек даст ответ. То есть не бывает так, чтобы человек говорил, а слово, как мыльный пузырь, лопался и возвращался. Не бывает. Это всё где-то, как говорится, пишется на скрижале, к сожалению, да, и это с душой. Происходит изменение с душой, глубочайшее изменение. Если человек не осознает, они скажут, простите меня, да. Вот. Дальше ещё очень важный момент. Вот здесь, если мы помним всё-таки, что мы Русь святая, и мы её хотим сохранить такой же, у меня есть такой пример. Как же понять, вот, как остановить, во-первых, это слово, и как объяснить детям тем же, да, можно ли говорить срамные или скверные слова? Как? А вот нужно себе попросить в душе своём или в сердце такую фразу сказать. Господи, благослови. Но если человек не верующий, мама, разреши. Учитель, разреши. То есть я заменяю, правильно? Разреши, да. И вот сказать себе, проверка такая. То есть вообще любое действие в мире, которое мы совершаем, словом, мыслью, поступком, можно сделать такой тык. Нужно себе сказать, что, Господи, благослови. И если у меня произойдёт в душе отклик, да, точно, это меня благословит Господь. Или мама разрешит, или папа, да, разрешит. Тогда это дело благое. А если это дело, естественно, не благое, то у нас язык не повернётся, так сказать. То есть вот такой пример можно привести. Ну и завершаем, я вот таким призывом, то есть напоминанием нам очень важным. То есть по истине сказать, осознание великой роли слова, его величайшего смысла и ответственности может быть только в контексте сакрального сознания. То есть сознание и понимание, что всё в человеке, слова, мысли, поступки, прям по Чехову, да, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, всё, либо от святости, либо от света, либо от благости, или же от тьмы, мерзости, скверной. То есть не бывает средин, то из этого источника, возвышенного, святого, либо от чёрного, гнилого и зловонного. Вот, и поэтому вот я, конечно, за то, чтобы мы сегодня начали глубочайшую работу, просветительскую, вот, не просто отдельными людьми, которые этому сочувствуют, а в системе. Это можно прям делать с подработки такие, и говорить об этом регулярно, именно о значении мата. У нас был такой опыт в городе Берёзовской, мы поднимали эту тему, недавно прошёл конкурс в рамках проекта «Настоящий отец, настоящий отец». Без мата был конкурс «Скверный мат – не наш формат». Семь команд выступало, ну, очень здорово было. То есть надеюсь, что хоть что-то капнуло на сердца наших подростков. Большое вам спасибо за внимание, за то, что вы меня послушали. Вот, если, может быть, вопросы, сейчас. Спасибо, Марина Ильинична, за ваше выступление. Мы послушаем ещё Ащеулу Ирину Владимировну. Она нам поведает о русском языке в семи славянских языков. Какие проекты можно создавать в рамках этой темы? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Наталья Александровна. Сейчас презентация, да, вот она пошла. Презентация. Так, здравствуйте, уважаемые коллеги, ещё раз. Поздравляю вас с этим праздником. И мне бы хотелось вот из этого поля и общественных каких-то проблем, проблем менталитета, как мы мыслим, как мы говорим, вернуться к проблеме, всё-таки больше характерной для нас, как учителей, словесников. Я вижу в чате сегодня очень много коллег участвуют в форуме. И вспомнить о том, что дни славянской письменности способствуют прежде всего тому, чтобы мы вспомнили и помнили постоянно о том, что мы все братья, мы все сёстры и братья. И изначально Кирилл и Мефодий, которые не были русскими, вот эти святители, эти великие люди, изначально всё-таки не были русскими. Но они создали некий единый язык, который до сих пор, до сегодняшнего времени мы с вами используем в качестве общения. Поэтому, как бы тяжело в современной ситуации не было, и какие-то братья-славяне не хотят уже признавать родственные связи, какие-то братья-славяне пытаются откреститься от вот этой семьи, но мы с вами всё равно помним о том, что мы происходим все из одного корня. И мне кажется, что на сегодняшний очень непростой день и, так сказать, вот в ситуации такой политической, общественной ситуации, исторической ситуации, мы на уроках русского языка, на уроках русской литературы, на уроках родного русского языка имеем полное право напоминать нашим ребятам о том, что мы все едины, и мы являемся, в принципе, носителями одного языка. Поэтому мне бы хотелось показать вам просто ряд возможностей, которые мы как учителя можем применять на своих уроках и использовать при этом образовательную технологию проектной деятельности. То есть давать темы, связанные со славянской азбукой, давать темы, связанные с контекстом русского языка, как языка в семье славянских языков, и таким образом, во-первых, формировать личностные, универсальные учебные действия у ребят, потому что работа с проектом, работа самостоятельная или работа в группе, эта работа, безусловно, формирует и читательскую компетенцию, и личное мнение, и умение формулировать мысли, формулировать гипотезу, формулировать выводы, и в конечном итоге такие проектные работы мы с вами можем представлять на различного рода научных конференциях. Вот эта тема, которая связана с славянской письменностью, фигурирование азбуки, славянской азбуки в различных аспектах, эта тема очень благодатная, и она всегда хорошо приветствуется на научных конференциях. Итак, я напоминаю, что в учебнике русского языка в учебном пособии существует такой раздел, как язык и культура. И в данном разделе обязательно представлена тема истории языка, взаимосвязь языка и истории, обязательно будет тема, связанная с контекстом, то есть русский язык в семье славянских языков. И вот в рамках этой темы, где выявляется общее и специфическое в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения, в этом контексте совершенно спокойно мы можем учитывать проектную деятельность и формировать темы для проекта. Если мы вспомним о том, что сентября 2019 года в учебные планы всех образовательных организаций вводится новая предметная область, русский родной язык, русский как родной и русская литература как родная, то и вот в тех учебных пособиях, которые уже на данный момент существуют, например, это издательство «Просвещение». Здесь есть отдельная тема «Русский язык в семье славянских языков». Это издательство «Русское слово», которое тоже уже предложило свой учебник по родному языку. И здесь есть такая тема. Это издательство «Русское слово», которая предлагает учебник для предмета «Русский язык» под редакцией профессора Быстровой. И здесь тоже в данном учебнике для каждого класса эта тема предлагается. Таким образом, даже на уровне учебных пособий УМК мы с вами можем помнить, использовать эти материалы для того, чтобы постоянно напоминать ребятам о том, что мы не существуем сами по себе, что мы не являемся языком и народом изоляции. У нас есть родственники и изучение этих родственников. Тем более, что вот эта вот мобильность, открытость нашего мира способствует и активному нахождению связей. То есть наши дети в этом смысле мобильнее нас, и поэтому они совершенно спокойно могут найти возможность своими и они это делают на самом деле со своими сверстниками из их славянских стран. И виды проектов. Мы с вами все это хорошо знаем и все это используем. Просто напоминаю о том, что вот эти виды проектов безусловно можно делить на три группы. И те возможности наших детей, которые у них есть, кто-то, например, посещает художественную школу. Если речь идет о старшеклассниках, то, может быть, они ее даже уже и закончили. Поэтому это могут быть творческие проекты по созданию книг, по созданию газет, по созданию журналов. А если кто-то посещает музыкальные школы, то в музыкальных школах мы помним с вами есть такой предмет музыкальная культура, история музыки. И есть разные песни у славянских народов, которые на вот братских языках звучат очень интересно. Можно сделать творческий сопоставительный проект. Дети, которые увлечены наукой, дети, которые совершенно точно для себя представляют и понимают, что они и дальше этим будут заниматься и участвуют в различного рода конференциях, выбирают научные исследовательские проекты. И здесь абсолютно глубочайшая благодатная такая почва для сопоставлений славянской сфальки. и познавательные исторические, то есть те как бы историки, которые дети-историки, которые видят для себя в будущем исторические факультеты, юридические и так далее, для них тоже найдется работа в этой сфере. Вот выкладываю слайд, чтобы показать вам ну как вообще это происходит ну например все газеты, которые я вам сейчас продемонстрирую, это газеты, сделанные учениками городского классического лицея города Кемерово, либо к примеру это первокурсники, то есть буквально вот недавние школьники, первый курс филолога, институт филологии и филология и гурналист у нас в государственном школе. Значит вот научный исследователь тест, который может быть сделан на основе сопоставительного анализа. У нас есть украинская кирпица, и значит украинский язык связан со своими особенностями, и мы можем взять текст на украинском языке, сопоставив его с русским. У нас есть белорусская кирпица, еще один украинский народ, и текст будет звучать уже немножко по-другому. Можно взять, например, стихотворение и поработать переводчиками, перевести на украинский, на белорусский. Дальше совершенно интересная болгарская кирпица, болгарский язык. И особенность произношения болгарами некоторых гласных звуков, это тоже очень интересная научная работа. А то, что совершенно вот такое уже за гранью, мы забываем, есть сербский язык, сербская кирпица, и Сербия как страна, где очень любят русских, где подсчитают Россию, где считают Россию, ну, не в пример остальным, да, братьям славянам, считают Россию помощницей и очень трепетно относятся к русскому языку. Посмотреть на то, какова сербская кирпица, какова вообще эта страна, что у нас общего, что в, например, православном сирбском христианстве мы можем увидеть общего с собой, да, для себя. Вот это все такие научные сопоставительные проекты. Наконец, македонская кирпица. Это та страна, тот народ, о который вообще русским школьникам мало вообще что известно. А это тоже родственный язык, тоже очень понятно, поэтому эти тексты могут фигурировать как сопоставительные. А далее вот основная такая таблица, которую можно попросить и детей составить или предложить им. И на основе сводной таблицы можно сделать научно-исследовательский проект, который будет доказывать, как звучат разные звуки в разных славянских языках. То есть это, конечно, работа скрупулезная, это работа очень такая сложная, и она может быть рассчитана на целый год, но зато, когда, например, в апреле или в мае происходят в разных школах, это практикуется уже давно, происходят так называемые научные школьные конференции, то вот такие доклады имеют очень такую хорошую, интересную рефлексию. Дети на это хорошо откликаются. Для тех, кто не желает, например, копаться в буквах, в глуховите, в языке, существуют такие познавательные исторические проекты, если можно их так называть. У нас есть несколько памятников и в разных странах есть несколько памятников святителям Кириллу и Мефодию. Вот сопоставить эти памятники кто архитектор, какова история этого памятника, что изображает памятник, да, вот такие проекты тоже интересны. Это памятник в Москве, например, памятник в Дмитрове, Болгария, и даже на уровне, вот посмотрите, большой крест, который несет птицель, и здесь книга и маленький крест, вот эти вот смыслы, заявленные уже в архитектурном образе, они могут быть быть очень интересны. И вот я вам буквально продемонстрирую несколько вариантов уже печатной, так сказать, продукции. Это газеты, которые сделаны, например, вот эта газета сделана 11-ти классниками городского классического лицея, то есть можно устроить конкурс газет прямо по картам. Значит, здесь вы видите славянские азбуки, болгарская, славянские кириллица, болгарская, сербская, македонская, и, собственно говоря, жюри, которое будет оценивать вот эту, так сказать, печатную продукцию, может договариваться о критериях оценивания, может быть, здесь что-то будет связано со шрифтом, с отсутствием ошибок, с оформлением и так далее, и так далее. Но, во-первых, да, это делается безусловно коллективно, то есть это не один человек рисует, не один человек создает композицию этой газеты, все-таки это интересная именно коммуникативная работа. Далее, вот такая газета, где представлены народы в национальных костюмах, и, ну, вы здесь не видите, но, поверьте мне на слово, вот уже материал, который, как вертовский документ здесь помещен, этот материал связан с традициями разных славянских народов. В данной газете представлены традиции кулинарные. Вот это тоже еще очень интересный момент. Можно устроить ярмарку солидарности. К сожалению, у нас вот этот вот аспект, да, как бы этот формат немножко подзабыт. Все-таки это было очень популярно, когда я училась. Мы почти каждый месяц устраивали ярмарки солидарности. Мы, например, боролись против гонки вооружений и писали письмо Рональду Рейгану и проводили вот такие ярмарки, что, ну, буквально пекли, сами пекли печенье, то и вся выручка от вот таких ярмарок шла, например, ну, вот мы посылали деньги в фонд мира. Я, правда, не знаю, конечно, я не скажу, вам дошли они до туда или нет, но сам факт, важен, конечно, сам факт. Вот здесь можно не только описать особенности кулинарных традиций, например, в Сербии очень большие порции, вот сербы очень любят мясо, и очень большие порции, обычно, как бы, в кафе порция берется одна на двух человек, потому что одному съесть это практически невозможно. И вот какие у нас могут быть связи, да, допустим, те же вот вареники, это чисто украинское национальное блюдо, или все-таки мы тоже можем, русские тоже могут претендовать, болгары, которые вареники немножко по-другому делают, другой формы. Вот эти традиции тоже очень интересно, и дети могут на них откликаться, особенно, конечно, 10-й, 11-й класс, который уже вполне самостоятельный. Сделать разные национальные блюда и накормить, так сказать, всю школу, а эти вырученные деньги, ну, я не знаю, пустить, может быть, на благотворительность, может быть, кому-то помочь. Вот эти моменты здесь тоже будут именно творческими проектами, и защищать такие творческие проекты тоже можно. Ну, и более, как бы, да, уже более в таком вот эта газета сделана уже первократно, ну, то есть, вы видите, здесь уже такой формат, приближающийся к высокому печатному искусству, то есть, эта газета даже не нарисована, она напечатана, то есть, в издательстве. И эта газета демонстрирует вообще историю, да, историю трансформирования кириллицы, здесь есть портрет Петра Первого, который начинает реформирование, и реформы, можно сказать, заканчиваются в 1918 году, да, декретом о языке, декретом об азбуке, когда вот большевики полностью меняют славянскую азбуку, и, собственно говоря, здесь отдельная тема, может быть, например, о том, как русские писатели прореагировали на эту реформу, как, например, Бунин был категорически против того, чтобы из русского языка убирали букву «Ять». То есть он рассмотрел в отмене буквы «Ять», но он увидел в этом вторую революцию. И с его точки зрения, с точки зрения Ивана Алексеевича Бунина, это была гораздо более жесткая революция, чем произошедшая в октябре 1917 года. И на этом я, наверное, могу завершить и по времени тоже уже. Поэтому давайте помнить о том, что Дни славянской письменности очень плодотворное поле для нашего общего взаимодействия и для общения с детьми. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина Владимировна, за ваше яркое выступление. Коллеги, продолжаем наши работы. Сейчас мы послушаем опыт работы Малышкина Елены Владимировны в Лицее 46 города Новокузнецка. Она вместе с детьми создают православные книги. Своими руками дети делают интересный проект у нее. Вот она сейчас нам про него расскажет. Здравствуйте, меня хорошо с... Здравствуйте, у вас, кстати, камера заработала. Да, я переключила, спасибо вам, совет, все у меня работает. Я сейчас буквально поставлю слайд. У вас, кстати, вот что-то слегка шуршит, там, может быть, немножко микрофон в сторону, если есть возможность, уберите, потому что какие-то легкие артефакты и шуршание идет, как будто слишком громко микрофон работает. Я просто жду, когда на первый слайд у меня встанет. Итак, добрый день, уважаемые коллеги, участники форума, друзья, братья и сестры. Я хотела бы выразить благодарность за то, что меня пригласили встанет форума, для меня это очень важная цель, для меня это первый опыт на такого уровня мероприятия. Перед тем, как я начну делиться опытом по своему проекту, как традиции духовности возрождения, мне хотелось бы зачитать стихотворение, которая победительница прошлого года, которая участвует в моем проекте. Она сейчас уже поступила в Толстый институт, но она сделала первое место. Я начну с этого. Послушай, святая Мария, я верую где-то здесь в самом красивом в мире не сыщешь подобное место. Вроде душа такая, что хочется лишь взглянуть восторженно петь, ребят, в твою молитву с губ. Послушай, святая Мария, я верую не стыдясь, что есть в ней где чистая даже грязь. Я видела нынче снимки на снимках сомнедного сада. Ветя в руках кувшинки весело теребят, и даже пусть шарик хрунки пратят сухие. В кувшинке найдутся руки, найдутся душа безбед. Послушай, святая и не грешим, но путь в человечнем мире средь кодов и средь машин видеться подобных чудесных мест, где в чистых ручонках детских кувшин и креск. Это поемия захватчетных писала, получающаяся с родительского класса, и первое место в номинации авторское стихотворение конкурса, посвященном всероссийскому детскому макиянику. Итак, прочитав это стихотворение, я думаю, объяснила, почему я выбрала литературение в своей жизни. Итак, проект, который был разработан вместе с работниками Центральной Библиотеки Миноголя города Новокузнецка, а также мне помогали в этом же журнале царь номер 46, где я и преподаю русскую литературу и курс кодов КНР. Итак, ну, что касается вот того, что мы в современном мире мы столкнулись с исчезновением духовных ценностей. Состояние духовной культуры и морали детей и молодежи вызывает, конечно же, боль. Духовно-нравственные ценности, они постепенно исчезают. Подростки и для многих, естественно, очень важно то, что подростки перестали читать книги, в лекаре стремятся читать в школе литературные произведения в сокращенном варианте. Это известно и понятно, что утрата потребностей в чтении понижает уровень интеллектуальных и познавательных возможностей. После детства был и разработан проект «Традиции духовности возрождения». Вот эта проблема противоречия, которая и дала толчок разработке проекта, что современный воспитательный процесс, к сожалению, слабо обеспечит формирование духовной культуры учащихся. Мало участия в конкурсе «Учитель года», представляла заводской район города Китин. Знаете, то, что я увидела, не смотря на то, что сейчас развиты технологии, а в педагогическом процессе очень мало живого слова, мало тех форм, которые действительно сближают с личностью учителя, помогают учителю делиться своим опытом. Поэтому очень много продумывала для того, чтобы разнообразить формы и медленные работы своей. Цель проекта — это, естественно, развитие духовности и нравственности через интеграцию разных видов искусства и областей науки. Задачами проекта вы познакомились на слайде. Единственное, что я замечу, что, конечно же, самое главное — это треть молодого поколения, чтение. В двух основных направлениях первое направление — это православная книга своими руками, а второе направление — поэзия «Контактарь». Я с вами не показываю ничего. не показываю. Я с раз-раз. раз-раз. Я слышно? Сейчас слышно? Вас слышно, говорите. Извините. 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 Проблема связи возможно. Итак, проект был разработан в двух направлениях. Первое направление — «Свои руками», где дети учатся самостоятельно своими руками книги по основной тематике. Ну и второе направление — это поэзия, которая в плане жанра мастерской песни. Направление «Православная книга своими руками» вот об этом и говорим сегодня в этом и в этом форме. Итак, участвуем в проекте и стать как учащиеся обычных общеобразовательных школ, а также участвующих художественных общеобразовательных москвизных и православных школ. Кстати говоря, я отметила среди среднеобразовательных школ каждый год пополняется количество участников. Если первый год в 2016-м, когда я запустил этот проект, участвовали конечно же участники с воскресной школы, а также очень много будут участников с православной гимназией военно-связи и военно-связи и военно-связи и военно-связи и военно-связи и военно-связи где я начинала работать в свое время. Вот уже в 2015-м году еще много работ было представлено именинное следствие общеобразовательной школы. Что касается направления господинга, суть его заключается в чём? В том, что дети создания книг, я обращаюсь за помощью в библиотеке, где в сопротивлении библиотеки устраивают занятия, где рассказывают ребятам все элементы создания книги, учат детей тому, что создание книги — это очень тропотливый и творческий процесс. Но мы не просто создали книгу, мы создаём рукописную, православную книгу на слайд-нечительной перерапии, она была напечатана даже в Кузнецком рабочем. Это вот самый первый год, когда я запустила этот футбол из этого класса, своими руками создали вот такие красивые работы. Пока также загружается слайд. Я специально настроила камеру, почему? Потому что, несмотря на режим самоизоляции, всё равно пришла в свою школу, где я, скажем так, которые каждый год я её открываю, где-то он покроет. Вот эта работа, вот эта работа, я же видела, надеюсь, да, сейчас, вот эта работа, она абсолютно вязана. Здесь делают свои мероприятия, вот эти пятиклассники, которые не просто ты и бездревле, но целый композит. Блок абсолютно вязаный. Дети ничего здесь не печатают, да, они просто себя откроют, вам все написано. Да и всё написано, и всё с вами своими руками, детскими реками. Вот удивительно интересный подход ребёнка, да, то есть, естественно, были заявлены темы, для того, как они осветили свои книги, и вот ребята так точно к этому отнеслись. Так, как книга, которая сделана из глины. Почему из глины? Дети же не просто берутся и делают книги. Мы, организаторы этого проекта, организуем семинары, да, рассказываем, какие книги были. Так вот, эта книга сделала также пятиклассникам, это было на шесть, она взяла почётное второе место в семнадцатом году в моем конкурсе и подарила. Я показывала, вот эти, вот эта книга сделана из глиныных листов, то есть, она создавала, и каждый листок, каждый листок, получается, как тащичка, на ней она плохо видна, но, как вот раньше, с помощью автоконечных палочек закрыли, вот эта вот, скажем так, эта поверхность не застывала, и вот такая интересная тропотливая работа, да, вот как вот дети вырезают буквы, это видно, вот эта книга посвящена в этом проображенском соборе. Здесь видно, насколько чётко, я сейчас на камеру показываю, насколько чётко это творческий проект, руками так, как это не было. Ну а на слайде вы сейчас видите перед собой кожаную книгу, которая была сделана участниками из православных гимнастей из-за Грины Семенского. Я также сейчас покажу разворот этой книги в презентации. Я благодарна здесь полно благотворить перед ней который много лет работал в православной гимназе военной сетей и многих участников, которые побеждали в моём конкурсе. Вот видите, сейчас разворот. Здесь также видно, насколько кропотливо готовилось это, всё своими руками записывалось, изображались иллюстрацией, не только над текстом, но и думал, как красиво, интересно закрасить спину. Каждый год мы не просто стоим на месте и строительство рождения в основном он осуществляется в рамках российского дня в Польге. И, соответственно, раз мы уже пятый год подряд закрываем, мы его проводим в марте в связи с празднованием российского дня в Польге. И это нравится менять положение. Если, к примеру, в первом году, когда мы вышли с этим проектом, он решил только объявлять себя по имени Гоголя. И она нам предоставила счастье для проведения этого мероприятия, что уже на следующий год на мероприятие откликнулось на Кузнецкий отдел гепархии. Спасибо огромное, Пешкова, Надежда Николаевна. Без нее бы ничего не случилось. Сейчас мы этот конкурс проводим уже под видой образования в положении подписывается Соловьевой и даются уже дамы от виды кемитообразования. На основе вы сейчас видите также работы детей. В 2018 году эти книги сделаны также детей избили работа с Павод, которую вы сейчас наблюдаете. она сделана из дерева. Из дерева. Эти работы получили почетные наградные призывные места в определенных номинах. В этом году, к сожалению, этот не был реализован проект в связи с чем? В связи с тем? Ну, это были массовые мероприятия. Но так как мы стараемся, чтобы наш проект прошел вновь со временем, поэтому мы учитываем все изменения, которые происходят в образовании. Ну, в частности, сейчас во всех девятых классах вели защиту проектов. Поэтому мы разработали положение в рамках моего проекта. и его руководитель, начальник комитета образования. Мы вели новую номинацию в рамках моего проекта. на этом номинацию разработаем проекта по основам православной культуры. На слайде, вы сейчас видите, в прошлом годе, конкурс фестиваля православной культуры своими руками. мы не стараемся проводить мероприятия в формате советского мероприятия. Ни в коем случае. Потому что всё-таки это мероприятие православное, военно-православное культуры. Поэтому мы стараемся приглашать в его участии. году наш проект отец Павел Боженевский, который поздравил детей с таким значимым импульсом. В 2019 году наш конкурс посетил Департамент Павел Боженевский, и Акки Паркина в Кузнецке были подарены детям сольные подарки за в этом конкурсе. На своем деле сейчас точно так же уже сам последний этап нашего проекта. То есть первый этап это разработка второго этап это скажем так подготовка соответственно где мы выбираем лучшие работы дети готовят мы выбираем потом и третье это уже реализация которая проходит в форме уже открытого мероприятия защиты творческих проектов как реальные дети защищают мероприятия здесь особенно значим я считаю что хотя и мероприятия школы формы работы помогают и не только в рамках курса об этом но и в рамках урочной деятельности которую я так же удовольствие веду в своем лице но и в завершение мне хотелось бы свое выступление сказать что очень рада что в своей жизни выбрал это направление я буду рад ну и так же как в следующем году когда вы проводите субь книги готовить подобного уровня конкурса потому что такая форма работы остатки очень так же благоприятно влияет на поток родительства желает участвовать вот в такой форме работы я вижу такой душевный отклик в глазах ребятишек которые показывают свои работы это еще как свои первые книги которые обернуты в полотенце то есть они даже боятся его донести может прекрасно знать что сейчас дети вокруг телефонов и я никому сейчас новость разговариваю через такую форму можно детям хотя бы показать и рассказать что книги это действительно творение которое нужно смотреть и уважать и когда ребенок начинает делать свои он понимает что книгу просто так нельзя поставить на поле нельзя выбросить не стоит это то что нужно ценить это то что нужно любить это и отчтение конечно же ситуация народа нации спасибо всем огромное за то что придавить возможность поделиться своим опытом я все спасибо Елена Вадимовна за ваше выступление и сейчас на дни упал на лукеан Новый город Прокопец представить свой опыт работы по данному направлению Ледвила Павловна включайте демонстрацию экрана мы готовы я вам роль ведущего уже передал все как мы репетир сворачиваем видео запускаю тут уже я смотрю что-то у вас немножко долго грузится то есть может видео слегка подлагивать ну сейчас посмотрим Ледвила Павловна у вас как с интернетом что-то у вас давайте выключите веб-камеру чтобы нагрузку на канал снизить что-то как-то туго прям идет давайте без вебки Ледвила Павловна у меня еще раз включите демонстрацию экрана демонстрацию включайте а вы переподключались я смотрю да то есть Людмила Павловна так вот я вам дал роль ведущего теперь попробуйте еще раз демонстрацию включить у вас что-то интернет плохо себя ведет веб-ку не включайте постараемся по минимуму канал нагрузить чтобы нормально прошло вот сейчас лучше сворачивайте теперь браузер ага видео славянской истинности и культуре посвящается и без них никуда не везут если сразу напускают словами они ушли как мое шум не слава это вид слава это Сласть и безумная, а это правда, слава, слава, слава и слава. Сласть и безумная, слава, 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 слава и слава. Волшебство, как долгое сказка, бывает оно, но в тишину ужасней и ковар по-разному же мы. Сласть и безумная, слава, 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 слава и слава. Нет, что ты? Людмила Павловна, у вас пропала картинка демонстрации, то есть что-то у вас сильно лагает. Людмила Павловна, вы меня слышите сейчас? Не поняла. У вас что-то с интернетом прям плохо и так идет, давайте, наверное, видео так сделаем. Вы нам пришлете, я его прикреплю к сегодняшнему мероприятию, люди смогут его скачать. Мы вам прислали. Прислали видео? Ну, я прислала его несколько дней назад. А, хорошо. Давайте, то что что-то у вас с интернетом, ну прям вообще еле-еле идет, то есть тяжело слушается. Давайте, наверное, просто я его прикреплю и все. То есть потому что что-то у нас прям еле шло. Я вам сейчас, демонстрацию не делайте, смотрите, я сейчас в вебинаре вам открыл презентацию вашу. У вас внизу стрелочка влево-вправо у презентации. Давайте через вебинар щелкните, щелкните сейчас на какой-нибудь слайд. Вот. Давайте презентацию проведите вот здесь и все. Хорошо? А ролик не слышали? Ролик шел, но он очень тормозил, то есть очень плохо было, то есть у вас канал шел, то есть слова сильно прерывались. Я этот ролик прикреплю к материалам вебинара на нашей платформе и все смогут с ним ознакомиться, скачав его. Хорошо. Да, вы все, можете тогда начинать презентацию, просто вот здесь щелкните стрелочки вправо и все. Мы слышали о значении слова. Оно на самом деле огромное. Лишь слову жизнь дана. Вот этому направлению посвящено было не одно заседание нашего клуба вдохновения. Первое, чем мы там занялись, это басенным словом. Значение басенных героев. Басня – это народное достояние, с которым мы обязаны познакомиться. Басня – это учитель наш. И поэтому вот басенные герои стали нами изучаться, рассматриваться, рисовать мы их стали. И в конце концов появилась такая потребность, чтобы создавать басни. Самыми разными героями, самые разные герои басены мелькали перед нами, на самом деле. И мы решили, чтобы развить свою речь, чтобы приобщиться к художественному слову, чтобы научиться писать научные работы, чтобы совершенствовать свое мастерство. И первое, чем мы продолжили, это создание книги «Минута памяти». Появляется первый проект. К 65-летию Великой Победы мы создали вот эту книгу. Это было, это точно было. Горькие горели. До срока Серебрила была обожженная война. Ребята клуба, разлились три кузбасских автора, которые писали, написали строки о войне. Они бывали, они трудились. Кулишка была вручена... ...ветеранам Великой Победы. Был проведен творческий вечер, где присутствовали ветераны, трудники, где присутствовали бойцы. У нас в школе их оказалось трое, пишущих и воевавших. Это, конечно, было очень трогательно, волнительно и незабываемо. Ребята захотели продолжить свою работу. И книги стали появляться одна за одной. Вот живое общение со словом, такая практическая направленность, очень увлекла и привлекла ребят. Появляются книги. Лишь слову... ...следующим. Появляются сборники о городе. Я в город свой с врождением влюблена. Сидите и здравствуйте. Между миром и войной. ...ангел мой. То есть темы сборников самые разные. Самые привлекающие. Вот они перед вами. И на самом деле, познакомиться с этим сборниками, это очень интересно. Все они по региональному компоненту. Все они рассказывают о нашей родине, о наших юбилейных датах, о событиях, которые происходят в нашей стране. Территория людей, поэтов, прозаиков, которые участвуют в наших сборниках, очень и очень много уже. Есть даже те, которые уехали из Кузбасса, но продолжают с нами свою связь, общаются с нами. И на самом деле был интерес и у взрослых, и у детей. Вот, Бернис. Вот особенный интерес, конечно, вызывала книга «Минута памяти». Очень трогательно и волнительно. Мы с детьми посетили несколько храмов. Это в мысках побывали, познакомились с моментом, вот как люди сюда попадают. Что привело в этот мужской монастырь? Мы побывали в храме трех святых. И тоже очень многое узнали. А трех святых, которые организовали, с помощью которых, не с помощью которых, а вот благодаря которым возник этот храм, он ныне действующий, тоже весьма-весьма интересный. Эта работа увлекла. Мы написали три работы на тему духовного господинства. «Всех призывают в мирном мире жить. Я свято помню твой наказ, Мессия, и буду помнить, верить и любить». «Надежда и любовь». Так тема была рассмотрена. «Созидательная роль русской православной церкви». Это следующая работа на научно-практическую конференцию. «Дорога в храм. Поликультурная среда в духовном рабском воспитании». Постигают тайну слова, тайну божественного слова. И на самом деле, приобщаясь к этой работе, изменивая свои собственные недостатки, понимая, что в жизни надо работать, надо постоянно совершенствовать себя, свое сердце, быть лучше, благороднее, добрее. Молитву сердца апостолу, святому, чтобы добавилось любви. семейному, любому дому, чтобы от счастливых матерей строился ясный свет потоком. и служить радости истоком. Ну, вот о следующих работах. Кроме того, что мы пишем книги, знакомимся с ними, мы еще и организовали... вернись. Мы организовали три музея. Музей, вот икон, называется рождественский вернисаж, который очень интересный и постоянно узнаем интересные вещи. Это литература Кузбасс и музей, который посвящен Союзу любителей поэзии, то есть будущему нашему союзу, на базе которого выпускаются и эти книги. Союз любителей поэзии возник 10 лет назад, 65-летию нашей великой победы. И вот... Жила каким-то истоком, каких-то самых разливых возрастов, способствий. И хотел что-то сделать, что-то как-то себя показать. И по этой книжечке потихоньку... Вот перед вами последняя книга, которая называется «Проза жизни». Вот на самом деле и сатирические моменты. Здесь представлены и воспитательная такая тема. То есть тема наших сборников, в главы заголовка... Самые разные. Использованные... Часто никогда не сдавайтесь. Как бы не трудно по жизни идти, на колени упав, вновь и вновь поднимайтесь, чтобы стиснув зубы, до цели дойти. Теперь мы узнали с вами слова нашего замечательного Андрея Дементьева. Здесь наши кузбасские классики. Жаль, что не все знакомы с ними, но вот в нашей книге очень их много. И на самом деле у каждого из них своя судьба. Люди самых разных профессий. От железнодорожника через одного человека до космонавта. От судьи до обыкновенной детской сестры. Мы просто дадим, а вы только внизу стрелочками будете переключать. Здесь или очень советов дают люди, прожившие сухую жизненную школу. Например, Вячеслав Дешлавой 9 лет пробыл на банке. Кто-то побывал на Великой... Вот несколько строчек из них. Год и веков. Серега недавно, совсем недавно возвратился из Чечни. Он серьезно был ранен, пробыл очень много в госпитале. Но на протезе он сидит этим мирным воздухом и вдруг видит объявление, двор и церковь Софии Ротару. Он решает, что не надо ему никакой костюм покупать. Пойдет он лучше и купит белье. И вдохнет этот кусочек мирной жизни. Очередь довольно длинная. Он стоит, волнуется. Волнуется. Простояв уже минут, он решил обратиться к женщине. попросить ее помочь, продвинуть ее вверх. Но вы знаете, услышал страшное. На него ополчилась толпа. На него... Матери... Вот так настолько... Хотя... Матери... подключился к этому два молодых человека, которых тоже непонятно каким словом можно назвать, но не самым хорошим. И вот думает Серега, как жить дальше? Как существовать дальше? Там было ясно все. Война... 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 Сейчас я не буду слышать... Сережа, а что-то звука совсем нету. Пую рациональное зерно. В том числе и в воспитании. Вот перед нами наши авторы. Кто-то из них пишет очень забавные, смешные рассказы о забавных ситуациях в жизни. Кто-то не только веселит, а кто-то задумывается. Вот, например, Бен Боев, автор Снежделеченска, пишет, что они загоняют наверх, дают вниз. Те бедные кричат, как бы ругаются, но летят вниз со словом «ма-ма-ма». Вот такие палатки, такие рассказы, и показывают одновременно в одном рассказе, как учительница все продолжает делать за своего сына, продолжает не допускать его ни до такой работы. В конце концов, выращивает сына потребителя, не способного ни на что, который ни в жених без себя не показал, ни в армии нехорошо не прослуживал, его принесовали. Вот такая судьба. В этих книгах очень много историй, которые можно сравнить, серьёзно продумать, и на самом деле о своей жизни ну как-то серьёзно задуматься. В жизни по-разному можно жить. В горе можно и в радости. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости, а можно и так, встать на рассвете, рукой раскалённое солнце достать и подарить его людям. Вот в этом и обозначается назначение наших книг, которых уже 28. 28-я готовится сейчас, но я показываю её обложку. Называется она «Живи и помни». Если ты врач и давал клятву Гиппократа, живи и помни, что в твоих руках жизнь человека, и ты обязан это не забывать. Если ты давал клятву верности, живи и помни, что в твоих руках жизнь детей, родителей, счастье, благополучие и удача твоей семьи, в которой ты являешься предстоящим хозяином. Много интересного можно увидеть в этой книге, много советов, интересных рассказов. Я честно говорю, хотя всегда говорю честно, что мы предполагаем, что Кузбасс, потому что у неё дикие потери, потери, потому что она знает, а у неё какие-то фалкции нас не бережают. Такие таланты. Что вот их, две изведения, и скрышница. Дальше что там? Тарасова? Три. Ну, два. Три с половиной. Да, вот здесь у Липиченко маленькая. Обязательно. Обязательно. Ну, и в заключении... Ну, слава, то есть отлично будет. Обложки нашей будущей. Слава Кузбасс, уже с ГДР, с Канадой, с Буэрнонс Аверсом, и с городами, которые тоже появляются у нас в книге. Вот особое внимание вызывает рассказы Филипса Расчеткина, который учился в нашем городе, в нашей школе номер два, и который в этой прекрасной воле судьбы попал со своего судна военного, где был врачом, попал в плен, который попал в плен. И на самом деле, вот слышать так издалека вот эти трогательные рассказы о нашем чумуше, о наших горожанах, о наших учителях. Учебовья описывает родные классы, коридоры, описывает свою маму родину, описывает речку с ее от Угданьями. Вот такие незабываемые странички. Простой, обыкновенный, бывший патахар. В управлении вообще ничего сложного. Так, по-моему, что-то не было. А бы как бы, то есть, здесь просто перещелкивать вовремя и все. Так, она, по-моему, закончилась? Вам нужно с ней говорить. Людмила Павловна, вы закончили? Да, наверное, потому что я ничего не слышала. Мы половину понимаем, половину не понимаем, о чем вы говорите. Что-то с интернетом большие проблемы. Ну, тогда, Людмила Павловна, спасибо за представленный опыт. Мы перейдем к следующему выступающему. Давайте, тогда я цикую. Тарасов Алексей Викторович поделится опытом о использовании периодической печати в кримической деятельности учителя. Людмила Павловна, отключайтесь, пожалуйста, уже. И камеру. Спасибо большое. Камеру выключайте. Раз, два, два и благодати. Всего самого доброго. Спасибо. Алексей Викторович, все, мы вас ждем. Да, да. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да, слышно. Значит, использование материала в периодической печати в кримической работе. Ну, сначала хотелось бы сказать о месте периодической печати в системе исторических источников. Периодическая печать – это вид исторических источников, представленных долговременными изданиями периодического характера, функциями которых является структурирование общественного мнения, осуществление идеологического мнения, также установление обратной системы управления. Периодическая печать – это письменный исторический источник, главной особенностью которого является в том, что в этом источнике содержатся источники всех видов. Это законодательные и нормативные правовые документы. Публикации подобных документов имеют преимущество перед оригиналами в том, что они более доступны и предлагают исследователи уже обнароданный текст, иногда уж и с комментариями к ним. Делопроизводительные документы, информационно-новостные сводки, обзоры, сообщения, объявления, заметки, различные хроники, филетоны, письмочитатели. В доступной форме описывается событие или пересказывается содержание документа. Это упрощает исследовательскую работу, делая ее более доступной и понятной для учеников. Другой немаловажный фактор заключается в том, что издания периодической печати отсострованы и находятся в общем доступе в сети интернет. Это позволяет организовать работу дистанционно, что сейчас актуально для нас, а также дает возможность преобразовывать сканированные копии документов в доступный формат и ускоряет исследования. Периодическая печать представляет собой своеобразное зеркало общества. Оно с точностью отображает события, происходящие в обществе, и фиксирует их на страницах газет и журналов. Простите, я забыл перелеснуть слайд. Сейчас открывается. Периодическая печать дает возможность ощутить внутреннее эмоциональное состояние человека и общества, представить себя на месте событий, как бы незримо ощутить эти события. Это вызывает интерес в процессе исследования. Рассматривая события по учебникам, книгам, не всегда можно сформировать четкий образ. Именно периодическая печать, осуществление, которое дополняет и формирует целостный образ у исследователей. Теперь непосредственно оба издания сибирских периодических печатей. Основным источником периодической печати дореволюционного периода в нашем регионе безусловно являются томские бобернские ведомости. Памер газеты 15 августа 1757 года. Эти материалы в электронном варианте могут знакомиться в фонде научной библиотеки Томского государственного университета. Там же как раз хранятся и оригиналы переплета газет за этот же период. Страницы этого издания сохранили множество интересных материалов в области истории, статистики, метрологии. Газета официально делилась на две части. Официальная и неофициальная. Для исследования больше нас интересует именно неофициальная часть. Составлен указатель неофициальной части в томских бобернских сезонностей за весь период исследования. Это проникальные указатели. Все публикации распределены по тематическим группам. Таким как история Сибири, исторические документы, сухопутные пути, земледелие, животноводство, невводие, происшествия, пожары, преступления, медицины, объявления. Где указан год издания, автор статьи, номер издания и краткое описание содержания. Это колоссальный проект работы. Можно быстро найти интересующую информацию фактически в любом направлении, в котором вы работаете. Еще хотел бы заострить внимание на другого. Сейчас переключу. Издание это «Томские ипорхиальные ведомости». Оно начало выходить чуть позже, 1 июля 1880 года. Выходило до 1917 года. Это, например, официальные и неофициальные части. В официальных частях как раз печатались распоряжения Томской епархии, там указа Священного Синода. Но опять же нас больше интересует неофициальная часть газеты. Девятые исторические педагоги о Томской Сибири, история Томской духовной семинарии, Томской духовной миссии, историях храмов, притчетов, биографические данные томских архипасторей, священностей или жителей, вместо сочтимых святых. И особое внимание привлекает статьи священников-миссионеров, в которых описывается жизнь корентированности, обычаи, культура, взаимоотношения, трудности, с которыми были хранилищены по приходу. И так же описывается природа родного края. Перепричаем. Издание, периодические печати Киевского муниципального района, который я представляю, первый номер выходит в свет в августе 1939 года. Как раз сейчас на слайде, вы видите, первый номер этой газеты. Назывался он тогда «Колхозный труд». В 1959 году перевинована газета «Вперед» и с 1962 года по сей день несет название «Заря». На страницах газеты не было официального разделения на официальную и неофициальную часть. Но нам интересны как раз именно материалы, которые больше не к распоряжениям правительства или ухазов, а именно материалы о нашей деятельности района. Это как раз сельскохозяйственная деятельность колхозов района, в которых печатались сводки о площади пассивов, объеме полученного рожая, надоя и молока. Данные материалы для анализа сельского района, динамика развития, направленность сельскохозяйственной деятельности района. Ну и особое место занимает публикации о образовательных учреждениях, пионерских дружинах, комсомольских организаций, истории школы, обучающихся знакомиться о деятельности своих сельскохозяйственных, именно таких же в возрасте и они, их спортивных трудовых достижениях и деятельности. В период Великой Отечественной войны в газете публикуются учеников на футбе и благодарственные письма бойцов с фронтой. Письма прочувствуют дух времени, внутреннее и душевное состояние людей. В одном из таких писем ученики обещают бойцам закончить первый год без трудов и замечания поделения. Они выполняют свое обещание и можно только представить, сколько было тяжело должны выполнить это, но они были абсолютно уверены, что небольшая их победа в успеваемости будет капелькой, которая пойдет на чашу лесов большой победы на добровольную. Также письма граждан в редакцию скрывают повседневную жизнь людей того времени. Это поздравления, письма, мигания, предложения, в которых иногда трудовые коллективы обещают повысить производительность труда или пойти на трудовой рекорд. Данные издания раскрывают на своих страницах дух советского времени и является таким ярким ориентирован для современного общества и дает ценностную основу, на которой должно подниматься подрастающее поколение. Ну и немножко застаю внимание на своей деятельности. Главной целью в краеведической работе по-моему считаю, что необходимость формирование основы четкого истинного образа, основу на преемственности поколений, любитой родине и ответственности перед подвигами нашего народа. Воспитать поколение, поколение, которое дополнит историю села, создать, творить кунку событий, предаст ей реальность. Работа, которые реализовываются детьми, имеют будущее. молодое поколение будет ее нести, они не забудут историю, которую пронесли чего-то внутренне через свои переживания, через свои ощущения. Кровеческая работа клеится педагогами двух школ. В нашей школе будет много лет уже музей Березовского поселения, в котором собраны педагоги по великой качественной войне, то бишь школы, коммерческих комсомольских организаций, так же показатель деятельности нашего впитления. Мы взаимодействуем с страживами, энтузиастами, которые дают нам свои работы, архит для хранения ну и в завершении будет недостаточно вся работа в области крови основана только на использовании периодической печати. Мы также активно используем специальные исторические действия намастику, гидроминику, хранение, хранение, хранение. Это пытается сделать анализ, выдвинуть гипотезу детям, найти им подтверждение, а порой дать объяснение многим событиям в истории поселения. Еще специальные исторические цеплины позволяют расширить кругозор детей и повышают интерес к предметным знаниям во многих областях и оживляют такой интерес к исследованиям, позволяют детям глубже самостоятельно изучить и проводить исследования в интересующих направлениях. Используем знания, полученные на уроках географии, экономическими связями и знания в системе права и государственного управления. тоже поляет более точно определить многие моменты в исследованиях. В завершение хотел бы сказать, что сейчас мы работаем над актуальной задачей в стиле юбилея трехсотлетия кузбасса. Мы ставим задачу определить место и роль поселения в общей системе коммуникации между Томском и Кузнецком. То есть права нашего района, нашего поселения в развитии региона. ну и последнее, что главное, материалы периодической печати дают эмоциональное внутреннее ощущение, внутреннее содержание, дополняют внутреннее содержание, то есть придают истории эти внутренние ощущения. благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, я все у вас, Алексей Викторович, да? Спасибо большое за то, что поделили своим опыт работы. А сейчас мы послушаем Ильченко Елену Анатольевну. Она нам расскажет об опыте проведения Дня Славянской письменности в Киселевском городском округе. Дня Киселевну Ильченко Я то что даю, она презентации не меняется. А он потому что все не хорошо так и Так. Ну и презентации. Вот. Вот. Угу. 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 Презентации. Угу. Угу. Вот что? Угу. 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 Продолжение следует... Нет, наверное, значит, она не приземлялась. Вот она. На кружочках. Теперь я очень буду на кружочках подтвердить. Так, Елена Анатольевна, слышите нас? Нажимайте на камеру. Вас будет видно. Её нету. Делайте мне ещё. Вот, всё. Мы вас видим. Теперь микрофон включайте. Елена Анатольевна, не слышно вас. Микрофон включите. Елена Анатольевна, микрофон включите. Не слышно вас. Не слышно. Вот, появляетесь. Микрофончик ещё раз. Не слышно, не слышно. Может, компьютер тормозит это у вас? Не слышно вас. Мы вас видим, но не слышим. Подождите минуточку, не слышно. Сейчас минуточку. Техник подойдёт вам, чтобы подскажет. Их почему-то не слышно. Видно, но не слышно. Так, вы в чём проблема? Их не слышно. Так, коллеги, а вы нас слышите? Можете головой тянет? Так, у вас, видимо, не включен микрофон. Попробуйте внизу посмотреть, где вот у вас нарисована трубочка. Вот там вот нажать и включить микрофон. Включаю. Там немножко промелькнуло, что как-то включилось. И я снова исчезла. Делаем, иду ещё. У него даже нет, что микрофон не горит. Может, не здесь, а здесь их нужно? Ильченко или Нанаталья. Вот в этой колоночке она тоже есть. Нельзя им там? А, ну это просто чатик. Да, да. Вот здесь. У них не подключен микрофон. Так, вот, вижу отказ микрофона. Сейчас слышно нас? Да, теперь слышно, да. Слышно? Да. Хорошо. Начинайте, слушаем вас. Да не надо мне, я сама тут оставлю. Ага, всё. Сидите рядом всё равно. Так, здравствуйте, уважаемые участники форума. Разрешите всех поздравить с наступающим праздником, Днём славянской письменности и культуры. Этот праздник признание и народом, и государством заслуг двух выдающихся православных святых, создателей славянского алфавита, равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эти святые русской православной церкви издавна считались покровителями педагогов и учащихся, благодаря духовному просветительскому подвигу которых мы можем не просто прикоснуться к истокам нашего культурного наследия, но и беречь то, что нам передали наши предки, поддержать и возрождать забытые традиции. Для России День славянской письменности – это особенный праздник, потому что в нашей письменности отражается наша культура и образование. Поэтому День славянской письменности – это праздник просвещения, праздник родного слова, родной книги, родной литературы и родной культуры. Для нашего города Киселёвска – это особенный праздник. Именно в мае 2000 года был подписан договор о совместной научно-педагогической и культурно-просветительской деятельности управления и образования Киселёвского города и Кемеровской Новокузнецкой епархии Русской Православной Церкви. Именно с этого момента в городе осуществляет свою деятельность методический совет по духовно-нравственному воспитанию и образованию, на заседаниях которого регулярно утверждается план работы и программа мероприятий с целью сохранения и популяризации духовного и культурного наследия, патриотического воспитания подрастающего поколения. И именно подготовка к празднику стала своеобразной отправной точкой в объединении усилий церкви и образования. А началась эта целенаправленная работа ровно 20 лет назад. И первое городское празднование в нашем городе состоялось 24 мая 2000 года. В огромном зале Центрального Дома Творчества прославленные коллективы нашего города представили свои лучшие творческие номера. Мне посчастливилось быть ведущей этого праздничного концерта и впоследствии возглавить это методическое направление в городе. В моей жизни это было первое мероприятие такого городского масштаба. Я, конечно, очень волновалась. Перед вами фото с этого мероприятия, которое осталось у меня на память. И с этого момента уже на протяжении 20 лет в Киселевске сохраняется традиция городского празднования. В этом году входит в программу совместных традиционных городских мероприятий управления образованием Киселевского благочиния. Ежегодно совместно с Киселевским благочинием утверждаются положения проведения городских мероприятий. Представители благочиния входят в состав экспертной группы по подведению итог мероприятий, разограны специальные положения и по городскому празднованию Дня славянской письменности и культуры. Мероприятия, приуроченные к этому празднику, проходят по всей России и не ограничиваются одним днём. Наш город уже 20 лет поддерживает это празднование. Во всех образовательных организациях на протяжении недели с 17 по 24 мая проводятся мероприятия, неразрывно связанные с именами создателей славянского алфавита святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Причём мероприятия, которые проводятся во всех образовательных организациях, отличают не только разнообразие форм проведения, но и глубина, содержательность и особая атмосфера любви и понимания этого праздника. Все до единого образовательные учреждения хотят приобщиться к этой праздничной традиции. Одными формами проведения мероприятий стали классные часы, часы истории, библиотечные уроки, книжные выставки, выписываются на игровые программы и викторины, литературные встречи, экурсии во все храмы города и встречи со священнослужителями. В течение недели в более чем 20 образовательных организациях проводятся более 100 мероприятий с участием более 10 тысяч учащихся. Кульминацией или итогом недели славянской письменности ставится городской программик. Я хочу напомнить, что город Киселевск – это шахтерский город, и то есть храмы города вокруг места угледобычи, и, соответственно, друг от друга далеко распоряжены. Но наш город очень богат храмами. В районе города такой храм гибели. Их панцовый праздник. В аргументе целевая гости селеза. Но у нас разница. И наш, и учащий святым равноапостольным братям Кирилл и Мефодиум, куда пожилать приходит, так будет, и родить. После этого делегатия образована в том, что мы проведем разницу в массы. Малин, перед вами. Глубокие события о жизни святых братьев и создание церковского алфавита, в основных организациях и восторг. Представлено, что именно в эти дни по всей стране награждаются грамотами управления образованием и памятными призами. Так и положение заверяются печатями обоих картах. Аптелия Михайловна находит брейнопутство Светлова и Девчонкин и Девчонкин и фотографии. Продолжение следует... Ирина Анатольевна, к сожалению, с боем в системе опять у нас заикание пошло. Последние слова ничего не поняли. Но мы бы очень признательны за тот опыт работы, которую нам представили. Конечно, свои минусы в работе интернета, торможение, плохая аудиосвязь. Спасибо большое, Ирина Анатольевна. И на связи у нас город Ленинск-Кузнецкий, Татьяна Анатольевна. Она представит школу постсовянской письменности, расскажет о своем опыте работы. Так, сейчас мы подключим, делаем ведущим ее и поменяем презентацию. Презентацию. Так, запустить, загрузить презентацию. Еще клина подтвердить. Татьяна Анатольевна, вы нас слышите? Да, я вас слышу. А мы вас не видим. Слышите, слышите. Могут я попробую включить камеру. Ну, пробуйте еще камеру нажмите. Важаю, важаю. Ага, еще пробуйте. Должны появиться. Звук видим, что есть. Сейчас окошечко появится. Я себя вижу, вы меня видите? Мы вас не видим, к сожалению. Слышать, слышим. Но начинайте, вот, начинайте появляться. Ага. Начинаете, Татьяна Анатольевна. Ага, все. Понимаете, чтобы мне двигать сначала, на начало, на конец, передвигать презентацию. А слайды, у нас стрелочка есть прям под слайдами. А вот она у меня. Ну, давайте я буду листать. Вы мне говорите, что переходим к следующему слайду. На начинке можно листать, там первый слайд, у нас второй уже включился. Вот он второй сейчас слайд. Дальше. Ну, давайте оставим здесь уже, не будем. Перелистывать. Итак, еще раз добрый день, уважаемые коллеги. С 2013 года на базе нашей гимназии существует Центр духовно-нравственного развития и воспитания. В рамках работы Центра сложилось очень много добрых и хороших традиций. И вот об одной из таких мне сегодня хотелось бы вам рассказать. Значит, с 2017 года наша гимназия перевоплощается 24 мая в школу славянской письменности. То есть это уже традиция, которая осуществляется на протяжении нескольких лет. Участниками школы становятся ученики третьих-четвертых классов. Вот здесь видите на фотостроение этих деток. Это порядка 150 человек. В роли учителей выступают учащиеся среднего и старшего звена. Причем хочется обратить внимание на то, что эти ребята выступают в роли не только ведущих, но и сами совместно с педагогами, конечно, разрабатывают те конспекты уроков, которые впоследствии составляют все мероприятие. Также отдельные уроки проводят представители православной церкви. Можно следующий слайд. Это священник храма святых новомучеников. Следующий слайд можно? Священник храма святых новомучеников и исповедников российских, отец Петр Иван. А также помощник благоченого по образованию первого Ленинского-Кузнецкого благочения, Микушина Елена Михайловна. То есть это вот традиционные наши гости, которые с нами очень тесно сотрудничают. Весь день проходит в атмосфере праздника и чуда. Старшеклассники проводят тематические пятиминутки, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Здесь можно следующий слайд. А в столовой же ребят угощают сладким пирогом согласно нашей гимназической традиции, которая легла в основу всех наших вот такого плана мероприятий, которые у нас проходят на базе нашего центра. Следующий слайд, пожалуйста. Само мероприятие состоит из трех частей. Организационного момента, основной части и заключения. Вот здесь вы видите начало мероприятия, которое открывается сценкой жизни Кирилла, его увлечение латинским языком. И вот следующий слайд, следующий слайд, очень вовремя вы его показали. Значит, он показывает нам, что участникам мероприятия объявляется расписание уроков Школы славянской письменности, согласно этому расписанию, учащиеся по группам, потому что дети делятся на команды и отправляются на свои необычные уроки. Причем надо заметить, что ребят сопровождают не только их учителя, но и родители. Таким образом мы приобщаем еще и родителей к нашему этому мероприятию. То есть за каждой группой закрепляется один, а то и два родителя. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь мы видим, что ребята получают у нас маршрутные листы и по этим листам начинают перемещаться. Итак, согласно расписанию, которое у них, значит, они проходят от одного урока к другому. И вот следующий слайд мы с вами видим, дети попадают на урок библиографии. Этот урок традиционно проводит Микушина Елена Михайловна, как я уже сказала, помощник благочинного церкви 1-го Ленско-Кузнецкого округа. Родители и ребята получают возможность прикоснуться к книгам, причем это книги 18-го, 19-го веков, то есть они являются оригинальными, и пробуют прочесть текст на церковно-славянском языке, напечатанный дореволюционным шрифтом. Это, конечно, непросто, но команды с этим заданием справляются. Священник храма святых новомучеников и исповедников российских проводит урок истории. Он рассказывает ученикам интересные факты о появлении кириллицы на Руси. Вот здесь мы с вами видим урок азбука «Ведение», на котором ребята знакомятся с первой славянской азбукой, читают вот эти затейливые названия букв, а затем, можно следующий слайд, сравнивают современную азбуку с кириллицей и находят основные отличия. Следующий слайд, пожалуйста. Урок памяти. Традиционно у нас проходит рекреация нашей школы. На четвертом этаже у нас тематическая рекреация, посвященная как раз, как вы видите, здесь стенды, значит, основам православной культуры. Вот, и один из стенд нас как раз подводит к нашей теме – дню славянской письменности. И на этом уроке осуществляется знакомство с памятником Кириллу и Мефодию. Дети узнают об истории создания праздника и о том, как люди православные чтут этих святых. Следующий слайд, пожалуйста. На уроке ИЗО учащиеся участвуют в конкурсе рисунков на асфальте, который называется «Разрисуй любимую букву». Всей командой ребята изображают витиеватые буквы славянского алфавита, украшают их смысловыми узорами. И результатом, следующий слайд, становится у нас… Следующий слайд, пожалуйста. Вот такой совместный продукт азбука. Это мы фотографию делали с четвертого этажа. То есть прекрасный вариант детской работы. И, конечно же, мы проводим перемены. Ну, перемены, как вы понимаете, также необычные. Например, интеллектуальная пятиминутка. Значит, здесь осуществляется работа с тематическими пословицами. И, как вы видите, включаются в работу не только дети, но и родители. Следующий слайд, пожалуйста. Также проводим логические пятиминутки, которые осуществляются в форме игры «да-нет». Дети называют такую игру «да-нет»кой. Опять же, работа осуществляется в тематическом направлении. Как видим, таким образом, отдыхая дети, продолжают узнавать новое о прошлом в нашей стране, о празднике Кирилла и Минфоди, о славянской письменности. В конце мероприятия команды получают верительные грамоты об успешном окончании школы славянской письменности, а лучшие ученики – грамоту знатоков славянской письменности. Конечно, такие мероприятия детям запоминаются надолго, ведь когда интересно учиться, то и дело ладится. Я хочу заметить, что в том году мы вышли уже на более такой высокий уровень, то есть от школьного гимназического уровня постепенно переходим на городской уровень. В том году мы уже подключали школы города, которые также включались в команды и принимали участие в нашем мероприятии. Но, к сожалению, условия нынешнего года, они не позволили нам в этом году провести такой масштабный проект. Но, тем не менее, надеемся, что у нас в следующий год у нас все это получится, и мы продолжим работать в этом направлении. Ну, а сейчас у меня все. Я постаралась быть краткой, чтобы не задерживать внимание наших участников форума. Поэтому говорю всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить на них. Спасибо, Татьяна Анатольевна, за представленный опыт. Так, теперь мы вас не слышим. Ага. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна, за представленный опыт интересный. Я думаю, что коллегам он пригодится в работе, что-то для себя возьмут, какие-то идеи, какие-то инновации применят в своей работе, то, что можно адаптировать к своим условиям. Ну, на этом наш форум мы будем заканчивать. Мы с вами сегодня окунулись в историю создания этого праздника, День славянской письменности, культуры. И затем послушали опыт работы коллег из образовательных организаций. Ну, а сейчас хотелось бы еще услышать обратную связь от тех коллег, которые прислушали нас, кто присоединился к нам. И, пожалуйста, в чате оставьте свои сообщения, впечатления, пожелания. Мы готовы к сотрудничеству и продолжать работать в данном направлении. В новом учебном году мы будем продолжать тему духовно-нравственного воспитания обучающихся. И надеемся, что это тоже будет приоритетным направлением в деятельности ваших организаций. Спасибо всем, кто принял участие, как выступающие, так и как пассивные слушатели. Спасибо. Пожалуйста, мы еще ждем, когда вы в чате напишите свои отзывы. Наталья Александровна. Да. Наталья Александровна, микрофон включите. Да, я слушаю вас, Сергей Николаевич. Ну, очень понравилось. По сути говоря, я вот в этом режиме первый раз работал в 2002 году в Томске. И я вам хочу сказать, несмотря на то, что срывы были, вот в звуковой части, все-таки мы сегодня сработали на отлично. Я вас поздравляю с отличной вот этой работой. Всем еще раз желаю успехов. И надеюсь, что мы этот формат будем дальше продолжать, потому что он очень важный и нужный. И второе еще я просто хочу поделиться. Втайне от меня, мои студенты, когда я им читал лекции по истории русской православной церкви, они делали записи. И когда они их прислали, я вот, честно говоря, себя слушаю, говорю, какой дядька интересно так рассказывает. Я с удовольствием сегодня прослушал коллег, которые с опытом делились. Просто здорово, молодцы в этом направлении продолжать. И еще хочу поделиться впечатлением, когда в сентябре прошлого года я был в Санкт-Петербурге, выступал с докладом в семинарии Санкт-Петербургской духовной академии, вернее, не семинарии, в Санкт-Петербургской духовной академии. Там участвовали практически все историки, те, которые, по учебникам которых мы учимся. Это очень приятно. Но я хочу сказать, что у них, вот они в этом деле отстают. И мало того, я в Санкт-Петербурге столкнулся с непониманием необходимости духовно-нравственного развития и воспитания молодежи. Там вот эту нашу фишку, которая сибирская, просто признают, что она не своевременна, не нужна, что государство светское, плывет до того, что заставляет родителей писать заявление об отказе вот в четвертом классе на спецпредметы по православию. Ну, дикость полная. Вот такое ощущение, что идет борьба, значит, за то, чтобы избавиться от вот этой роли нашей церкви в сегодняшнем духовном становлении. Но не знаю, как, я тоже наблюдаю сейчас ситуацию с карантином, в этом, ведь люди идут в храм, мы в большие службы закрывали, люди стоят же около ограды, просят, передай сынок свечку, поставь свечку, передайте то-то, то-то, то-то. Но мы открываем храм уже, когда просит нас государство, мы это не делаем. Но тяга-то есть, и в трудные минуты люди обращаются сюда. Слава Богу, что мы подняли такое мероприятие. Я надеюсь, что у некоторых появится желание все-таки освоить церковно-славянский язык. Это несложно, есть хорошие материалы в интернете. Попробуйте. Вот на своей практике, я хочу сказать, ну, мне-то пришлось экзамен на него сдавать. Я сейчас свободно читаю, понимаю. Еще одна деталь. Помните весной, когда Франция приезжала на единение церквей? И вот программа «Время» показывает. Они на французском говорят, мы на русском.